Здравствуйте, друзья! Сегодня напишем мельницу. Голландские нотивы. Картинку оператор покажет. С чего начнем? С каркасного цвета. Каркасный цвет в этой задачи. Конечно же розовый. Закатный. Полностью избавимся от белого холста розовым цветом. Почему розовым, а не рыжим или желтым? Розовый, смешивая с синим, который нам предстоит загнать, становится фиолетовым, что вполне уместно. Розовый, смешивая с желтым, становится оранжевым и вплоть до желтого у линии горизонта. А вот если желтый будет вот здесь мигать, то он позеленеет, потому что синий даст зеленый оттенок. Поэтому разумно начать с розового. можно посмотреть на палитру. Замес небольшой. Разбавителя совсем чуть-чуть. Вот такая сметана. Даже немножко густенькая сметана. плотность краски. Задача важная. В последних видео я показываю количественное состояние краски на холстке. и в этой сейчас тоже покажу, какое количество желательно набрать. степень темности вы видите, да, это степень темности. Небо вот на средней линии. То есть здесь мы будем высветлять, здесь мы будем утемнять. То есть какой розовый? Вот такой. Как на средней линии между рыжим и голубым. То есть это степень темности. Давайте с намills на островом вкручаем. Добавляем и голубым. Добавляем. Штриховательно набираем и вот количество. Количество должно быть таким, что когда вы захотите придавить вещество, было бы что придавить. Вы видите, появляется излишек. Вот количество должно быть таким, чтобы от удавливания, не от бритья, а именно от удавливания, происходило появление излишка. Вот у меня недостаточно. Получилось набрать. Есть места, которые не дают излишек. В зависимости от зернистости холста, конечно, будет разное количество краски, которое предстоит набрать. Нам выгоднее средняя зернистость и с тенденцией к мелкой зернистости. Еще раз. Вот вы видите, сейчас с обеих сторон этой пахоты появляется излишек, который я сдаю на палитру. Обратите внимание, куда? Не сюда, чтобы потом все это попало на одежду, а вот сюда. Или даже бы мог сюда. Но ни в коем случае не, чтобы потом думать о картине, а не о том, как бы не перепачкаться. Долго тереть тоже не стоит. Нам не нужна слишком вымешанная краска. То есть пытаться всю эту краску загнать в холст не нужно. Наоборот, едва появился излишек, сбросили. Некоторые, наоборот, вдавливают, вдавливают, вдавливают. Пока краска действительно вымешивается, становится. Но она становится, во-первых, очень вязкой от долгого вот такого удавливания. И эта вязкость будет мешать дальнейшей работе с этой мягкой растяжкой от синего к рыжему. Теперь, как более уязвимый цвет, мы возьмем желтый. Синий, конечно, не такой уязвимый. И вот наш желтый цвет. Чуть ниже середины, поскольку дальше у нас синит туманность. Некоторая конфигурация есть у этого. Чуть-чуть можно и кадмий красный поддавить на палитру и задействовать его рыжее свойство. Можно заглянуть на палитру. Кадмий красный и желтый. Чуть-чуть их. Опять беру мастихин и опять удавливаю вещество, сбивая, сдавливая его на палитру. Другой кистью наберу синий ультрамарин. Краску я уже не разжижаю, поскольку влаги на холстке достаточно, чтобы выполнить эту задачу. Стараюсь не коснуться рыжих пятен, чтобы не... не позеленело небо. Вот эти вещи можно мягко вот так распределить, и появится красивая растяжка из одного цвета в другой. И, наконец, вдоль линии горизонта. Синий чуть-чуть с розовиночкой. И вот так и обучая. Будем в следующем месте. Уходи. 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 Еще задействуем одну кисть для розово-рыжих утемнений вот в этой местности. В районе эпицентра света усилим идею именно кисть. То есть кадмий красный, его звучание здесь усилено. Синенький, может немножечко сине-сиреневый, может немножечко периферию оформить. Все это и в отражении дадим. Отражение имеет вертикальное звучание. Здесь тоже рыженький. И тоже рукой можно дать эту полосатость. Не только по этой траектории, но и по этой, когда полосатость сбита, появляется эффект полосатости отражения и эффект плоскости воды. Так, переберем белила и желтый. Смотрим на палитру мастихином, замешиваем небольшой замес. Такой крыловидный зигзаг делаем. Что-то сделали большим мастихином, что-то сделаем маленьким. Уже не такой яркий дадим цветок. На периферию. Вот так раздавим чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть помоделируем. Продолжение следует... И обращаю внимание на то, что они уходят в перспективу туда, в ости центра. Продолжение следует... Продолжение следует... Немного и здесь тоже. В том числе разбил кадмия. Чуть-чуть с желтым. Кадмия красного. Можно еще каких-то чуть-чуть подложить перистых. И тоже в виде крыла. В виде крыла. Перистые облака чаще всего крыловидны. Особенно, когда они вдали. То есть, когда мы на них смотрим, они в растопырку. А потом они становятся зигзагом крылоподобным. Казахстан. Возьмем теперь разбил ультрамарина, более темный. Линия горизонта внятна ниже середины, но с ней лучше быть поделикатнее, лучше начать ее чуть ниже и потом поднимать, чем потом ремонтировать небо. Поэтому постарайтесь начать от той линии, вот скажем от этой линии, где точно проходит трава. Я забылся и стал класть по верхней кромке, забыл, что я не себе пишу, а для вас. Вот, и имейте ввиду, что лучше начать с того места, где точно проходит трава. Мало того, весь этот травяной участок можно набрать пока только через синий. Поскольку он тенист с одной стороны и зелень с другой стороны, то есть, а зелень это голубой плюс желтый, то мы можем все это пока сделать с помощью синьки. Не нарушив гармонию цвета в картине. К синему можно добавить розовый. То есть, это мы рисуем самый дальний план.